МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году приехал тренер по тяжелой атлетике и регби, а также организатор интересных соревнований для малышей в одном лице Александр Овсяник. Все самое интересное и познавательное в рубриках программы. Ктюша, я вот хочу у тебя спросить. Ты когда-нибудь спрашивала у своих бабушек и дедушек, какой след Великая Отечественная война оставила в их жизни? Может быть, кто-нибудь из них участвовал в ней? Да, мой прадедушка пошел на войну, а прабабушка осталась одна с четырьмя детьми. Но прадедушка так и не вернулся. Да, ты знаешь, у меня тоже прадедушка и прабабушка застали эту Великую Отечественную войну. Однако они не воевали, они это только видели своими глазами, ведь им было по три, по четыре года. Знаешь, мои прабабушка и прадедушка тоже рассказывали мне об этих страшных временах. Они рассказывали, как немцы приходили и воровали у них еду. А еще у моей прабабушки был дядя, он служил на морском флоте. И однажды в корабль попал снаряд. И до сих пор этот дядя моей прабабушки считается без вести пропавшим. Вообще война так или иначе коснулась всех, кто жил в то время. Дети войны и ветераны войны, которые еще живы, это наша живая история. Великой победе и Дню независимости посвящается рубрика «Они подарили мир». Михаил Дмитриевич Рычков, полковник в отставке. Родился 21 января 1924 года в деревне Давыдиха Тотимского района Вологодской области. 13 августа 1942 года призван в армию в Пуховическое военно-пехотное училище, которое было переведено в Великий Устюг Вологодской области. После окончания армии присвоено звание лейтенанта в должности командира стрелкового взвода. Прибыл в Курскую область и участвовал в боях, начиная с Курской дуги. Освобождал города Глухов, Бахмач, Конотоп. Форсировал реки 7, Десна, Днепр. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалью за отвагу, медалью за боевые заслуги, медалью за безупречную службу в вооруженных силах. Во время службы, в военное время, война оставила тяжелый след, потому что пришлось видеть, как люди погибают, как люди умирают раненые, как наши медицинские работники работают. Я командиром стрелкового взвода, вы имеете в виду, это в пехота идет в первых рядах. Не артиллеристы, минометчики, где-то из-за горы какой-то стреляют, а я шел в первых рядах. Пошли в наступление, солдаты в первом ряду, и я в шеренге с ними, командир взвода, я никогда сзади не уходил. У меня связанных было справа и слева по одному человеку, помощник мой недалеко был, а там командир отделения, и 40 человек у меня было подчинение на это. И вот я с ними воевал, я с ними шел. И некоторые говорят, товарищ лейтенант, вот если я после этого боя останусь жив, значит, я и что поживу. А потом, когда начинаешь боевые действия непосредственно прикосновения с немцами, на это смотришь, этот солдатик у меня погибает. Какой может быть след? След жалости людей, след чувствуешь ответственности их за наше дело, потому что у всех была задача и стремление у всех обязательно добиться победы в годы Великой Отечественной войны. После боевых действий, когда я был ранен в обе ноги и в левую руку, меня три с лишним месяца носили на носилках, я не мог ходить на эти. Естественно, пока лечился, одни взгляды на жизнь и на службу были. А когда вылечился, попал я в училище по подготовке младших командиров, которое было организовано в Липецке, и там готовили 26-27 год молодежь, я готовил для фронта. А на фронте уже я не был на эти. А когда война закончилась, расформировали и училище. И мне командир части спрашивает, ты пойдешь работать? Куда думаешь пойти? Он меня попросил помочь расформировать полк. Ну, эти как-то доверяли мне все тут. Все уехали, а я остался. Он, Рычков, останься, помоги мне расформировать полк. Я остался. Остался, расформировали, он меня приглашает. Куда думаешь пойти? В военкомат пойдешь работать? Я говорю, не, не пойду. Я учиться бы пошел. Он говорит, пожалуйста, езжай в Тамбов на курсы. Я закончил курсы в Тамбове и был с курсов зачислен во 2-ю гвардейскую Тамбовскую дивизию в Москве, в которой я 7 лет служил. Победу в Великой Отечественной войне я встретил, находясь в военном училище по подготовке младших командиров. Рукоплескала вся Европа победе нашей над врагом. И даже люди, даже птицы, взмыв высоко, лисали в небе в голубом. Вот это такой восторг был от людей после победы в годы Великой Отечественной войны. Молодому поколению я что мог бы пожелать сегодня? Чтоб они не забывали, что много людей погибло для того, чтобы они сегодня жили под чистым небом. Чтоб они знали, что молодежь сегодняшнего дня их называют дети 21 века, отличающиеся, вернее, от нашего поколения, пожилых людей. Потому что сейчас в основном интеллектуальная молодежь. Но мы были патриотами своей Родины. Вот чего я вам желаю, чтоб вы были настоящими патриотами, любили Родину так, как мы ветераны Великой Отечественной войны любили в годы войны и после войны. Нас, ветеранов Великой Отечественной войны, с каждым днем все меньше и меньше. А было нас много, было так много, аж ломилась фронтовая дорога на это. И мы до сегодня, до сегодняшнего дня, что у нас в настоящее время ветеранов Великой Отечественной войны мало. А будет так когда-то, и неотвратимо будет, на сцену выйдет в Ординах последний на планете фронтовик. И перед ним в порыве станут люди, ведь он не кто-нибудь, а на планете последний фронтовик. и голосом усталым, и спокойным, солдат бывалый поведет рассказ, как эту землю вырвал из металла, как это солнце сохранил для вас. И будут парни очень удивляться, девчонки горестно вздыхать, как это можно умирать в 17, а маму в годик потерять. И он уйдет, свидетель битвы грозной, с букетом роз, пьялок полевых. Запоминайте их, пока не поздно, пока они живут среди живых. В эфире программа «Классный час» и мы продолжаем. Совсем недавно в Минске состоялся третий республиканский конкурс профессионального мастерства среди рабочих, специалистов и обучающихся, получающих профессионально-техническое, среднее, специальное высшее образование WorldSkills Беларусь 2018. Команда Гомельской области привезла с этого конкурса 10 наград. Подробнее об этих состязаниях расскажут наши сегодняшние гости. Это заместитель начальника отдела дошкольного общего среднего специального и профессионального образования Управления образования Гомельского областного исполнительного комитета Дмитрий Николаевич Чёрненький. Здравствуйте. Здравствуйте. А также участники республиканского конкурса Павел Иовенко, Ольга Лилявская и Алексей Кришнёв. Здравствуйте. Здравствуйте. Каждый из ребят присутствующих в студии показывал на республиканском конкурсе профессионального мастерства свои навыки. Какие именно они нам обязательно расскажут. А пока Дмитрий Николаевич расскажите подробнее что вообще собой представлял данный конкурс. Конкурс уже проводился третий раз в Республике Беларусь. В этом году было заявлено 37 компетенций. Компетенция это направление специальностей которые разбиты по различным отраслям. Это была и строительная отрасль и образование и информационные технологии и многие другие. Наша команда представляла 31 компетенцию и мы привезли 10 медалей. Трое из призеров присутствуют здесь в студии. Ребята расскажите немножко о себе. Где вы учитесь и какую специальность осваиваете? Ольга, тебя попросим начать. В настоящее время я обучаюсь в Гомельском государственном педагогическом колледже имени Льва Семеновича Выгоцкого. Я получаю специальность воспитатель дошкольного образования. Дмитрий Николаевич, что вы можете сказать о способностях Ольги? Я считаю, что ее способности оценила республиканское жюри, но от себя хочу добавить, что Ольга является представителем нового поколения воспитателей, которые вобрали в себя все лучшее, что есть в дошкольном образовании, которые учат ребят в детском саду не только читать, писать, познавать мир, но также прививают и технические способности. И скажу, что мой ребенок ходит в детский сад, многие родители боятся отдавать своих детей молодым специалистам, но я бы не побоялся отдать своего сына такому воспитателю, как Ольга. Алексей, ты каменщик. Что значит быть каменщиком и что ты умеешь делать? Каменщик – это тяжелая морская работа, единственная профессия с древних времен, которая использует труд руками. Я научился не только выполнять декоративно-лицевую кладку с архитектурными элементами, но и работу на камнерезанном станке. Я освоил новые технологии и новые приборы. А какие работы из камня ты уже успел сделать? В 2016 году в Минске я выполнял модуль с изображением Национальной библиотеки. А вот в этом году я выполнял модуль с объемным изображением зубра. А ты видел необычные работы на конкурсе из камня? Да, необычных работ были очень много и каждая работа отличается по уровню сложности. На чемпионате в Краснодаре молодые профессионалы России. Мы выполняли три вида модулей. Первым модулем был у нас российский флаг. Было очень, конечно, тяжело его выполнять. Вторым модулем у нас был модуль солнца. Ну, а третьим у нас был модуль две буквы. Сверху был национальный чемпионат и снизу были цифры 2017. Дмитрий Николаевич, по-моему, у Алексея просто золотые руки. Это действительно так. И я вам хочу привести пример из чемпионата WorldSkills Беларусь 2018. Я присутствовал вместе с одновременными, наблюдал за работой каменщиков. И очень было приятно слышать разговор двух взрослых солидных мужчин, руководителей строительных фирм. Они делились впечатлением о работе. И один из них произнесся другому. Судьбе я на работу взял бы именно вот этого каменщика и он указал на Алексея. Павел, а как ты когда-то решил стать парикмахером? Я решил стать парикмахером еще в 10-м классе. И мне это было очень интересно с самого детства. И в 10-м классе я поехал на обучение в Киев. Я обучался там прическам и визажу. Также спустя год в 11-м классе нам сказали принять решение куда мы будем поступать. И я решил поступать в наш Гомельский колледж бытового обслуживания на парикмахера. Я в этом ни капельку не сомневался, потому что я уже работал год, делал прически. И я, конечно, хотел научиться стричь. И я не пожалел, что выбрал именно наш колледж. Мне очень нравится. Очень много конкурсов, где я могу себя показать. На один из таких масштабных конкурсов я уже попал. Это WorldSkills Беларусь 2018. Я достойно представил свою компетенцию, достойно представил свое мастерство, защитил свой колледж и своих мастеров. Какая именно работа принесла тебе второе место в этом конкурсе? Это очень трудно сказать, так как в моей компетенции было достаточно видов работ. Это были и прически, и стрижки. Можем в студии видеть два вида работа прическа для новобрачной на собранных волосах и стрижка мужская в классическом исполнении. Прически все были разработаны специально для конкурса тренерами. Я очень хочу сказать большое спасибо тренеру главному по прическам по прическам Юлии Иванчиковой. Также по мужским видам работ тренировал меня Александр Никитенко. Мы простригали достаточное количество болванок, чтобы достаточно качественно выполнить и занять хорошее место. Так, на конкурсе мне пришлось еще и встречи женские. Мне в этом виде работ помогала с Маколаной Александровной, Гусаревич Дарья Викторовна и непосредственно главный тренер Юлия Николаевна Иванчикова. Поэтому место высчитывалось в общем зачете по всем видам работ. И чтобы занять достаточно хорошее место, первое, второе, третье, должны быть все работы грамотно прострижены, правильно учитаны пожелания при создании причесок, чистота в работе. Поэтому сложно сказать, какая именно прическа или стрижка принесла мне второе место, потому что все работы я старался делать качественно, чтобы в общем зачете у меня было как можно выше места. А чем отличается прическа от стрижки? Прическа от стрижки отличается тем, что мы в стрижке нужно постричь болванку, что достаточно очень сложно. Это не повседневный клиент, который приходит к тебе на стрижку. У болванки натуральный волос, но тамбуровка очень в большом количестве, рост неестественных волос, в этом сложность. Во-вторых, сложность в том, что мало времени, время ограничено, в стрижках нужно было окрасить, проработать, высушить, вымыть голову, голову манекена, на все это давалось два с половиной часа, то есть это достаточно очень мало времени, потому что из длинных волос нужно было простричь короткую стрижку, это мужскую, с сведением затылка на ноль, что очень тяжело, и прокрасить, то есть время выдержки краски, это тоже все учитывалось, мытье, сушка головы, поэтому стрижки, это достаточно сложные блоки в моих заданиях. Дмитрий Николаевич, вы бы доверили свои волосы такому мастеру, как Павел? Несомненно, и свои волосы, и волосы своих родных и близких, я думаю, это даже престижно довериться свою прическу человеку, который занял второе место в республике именно парикмахерском искусстве. Павел, мы видим некоторые твои работы, расскажи о них поподробнее. Здесь представлена мужская стрижка в классическом исполнении, она выполняется на болванке с черными волосами, волос был ниже плеч, манекен головы, поэтому на время работу давалось час тридцать, это с укладкой и со стрижкой. Вторая работа идет прическа для новобрачной на собранных волосах, на работу давалось час тридцать, при выполнении этой работы нужно было учесть пожелания клиента, которые нам выдали за 10 минут до старта прямо на площадке, об этих пожеланиях ни один конкурсант не знал, перед нами открыли конверт и нам дали 10 минут на раздумье, и чтобы учесть все пожелания и текстуру, моделирование, за час тридцать мы должны были собрать прическу для новобрачной. Ребята, а почему вы выбрали учебу именно по таким специальностям? Быть воспитателем это призвание, ведь это значит с ребенком воспитывать его, познавать вместе с ним мир, это снова и снова ощутить в детстве себя и видеть мир его глазами. Я выбрал профессию парикмахера, потому что это достаточная область искусства, в которой можно развиваться, участвовать в конкурсах, добиваться призовых мест и качества выполнения работы. То есть, ты можешь усовершенствоваться, предоставлять услугу своим клиентам и качественно ее выполнять, увидеть улыбки твоих клиентов. Строительство это профессия на вечность. Люди всегда мечтают иметь благоустроенное, уютное жилье. Я хотел исполнить эти мечты для людей построить уютное, более экологическое здание с какими-нибудь деревьями на фасаде, очень красивые, называется даже зеленое строительство. Ребята, расскажите, а что это у вас за медали? Это наши медали с нашего чемпионата, к которому мы приехали с республиканского чемпионата профессионального мастерства. Мы привезли вот у Паши серебро, а у Алексея бронза. Вот, мы привезли каждый по своему моду, ну, по своей специальности. Дмитрий Николаевич, вы, наверное, в курсе всего, что касается в том числе профессионального образования. Расскажите, появятся ли в этом году какие-нибудь новые специальности в профессионально-технических учреждениях образования нашей области? Да, специальности обновляются ежегодно, какие-то открываются, какие-то закрываются. Для примера, в этом году в колледже бытового обслуживания открывается интеграция специальностей визажист, мастер по педикюру. Открываются также новые специальности в других учреждениях. Одна из первых в области рабочих по комплексному обслуживанию зданий и сооружений очень востребована специальность в жилищно-коммунальном хозяйстве и многие другие. А какие профессии на сегодня более востребованные? Понятие востребованность следует различать востребованность у абитуриентов, их родителей и востребованность у работодателей. К сожалению, это не всегда совпадает. По востребованности у абитуриентов по-прежнему популярный и очень высокий проходной балл и на дошкольное образование в колледже имени Выгодского и на парикмахера тоже очень высокий проходной балл. Ниже немножко баллы на строительное направление, машиностроительная. Но в любом случае каждый абитуриент должен выбрать себе по душе работы. Наши ребята себе профессию специально выбрали. А какого балла достаточно, чтобы поступить в профессиональный лицей или колледж? Это зависит от выбранной профессии. Приведу пример. Допустим, чтобы стать парикмахером после 11 классов, шести баллов вам не хватит. Надо более семи, иногда даже семи с половиной. То же самое касается и педагогам, но у них еще выше балл, проходной. Ну и как уже я говорил, на машиностроительной, строительной специальности балл немного ниже. И опять же, зависит от того, или это выпускник 9 классов, там поступить немножко легче, баллы пониже, меньше конкуренции, либо выпускник 11 класса. И зачастую бывает так, что в городе Гомеле с баллом 5,5 поступить очень проблематично после 11 классов. Дмитрий Николаевич, а какие предметы являются профильными при поступлении в профессиональный лицей или колледж? Хотел бы обратить внимание родителей и абитуриентов на то, что средний балл об образовании, то есть как вы закончите школу, очень влияет на дальнейшее жизнеустройство выпускника. И для примера, почти на все технические специальности среднего специального образования, то есть колледжи, проходной балл и профильный предмет является математика. И если отметка по математике ниже 4 баллов, то абитуриента даже не рассматривают для поступления в это учреждение образования. Поэтому, уважаемые родители, уважаемые учащицы, обратите внимание на свою успеваемость. Любой балл окажет большое влияние на вашу дальнейшую учебу по выбранным профессиям. Дмитрий Николаевич, что бы вы посоветовали абитуриентам? Прежде всего, выбирайте профессию, которая вам по душе. Да, послушайте родителей, послушайте своих одноклассников, более старших товарищей. Но вы должны выбрать сами себе профессию, потому что это ваш осознанный выбор на вашу дальнейшую жизнь. Наши ребята выбрали себе профессию осознанно, и они добились очень, я считаю, больших успехов. Поэтому и будущим абитуриентам желаю осознанного, самостоятельного выбора профессии. Ребята, возвращаясь к разговору с вами, я считаю, что то, чем вы занимаетесь, это самое настоящее искусство. Наверняка вы участвовали в разных конкурсах, фестивалях. Расскажите о самых запоминающихся и ярких из них. Большое спасибо администрации моего колледжа, что поддерживают участников, учащихся и отправляют на конкурсы. Я ездил в феврале на фестиваль красоты в Санкт-Петербург. Я привез достаточное количество призовых мест. Потом я участвовал и в «Розе ветров», и в «Минском вернисаже», и в «Золотом подснежнике», где тоже у меня были призовые места. И итоговой точкой моей стало в этом году развитие – это участие в WorldSkills Беларусь 2018. Самым запоминающим это стало WorldSkills Беларусь 2018. Это было просто воспитатель, но не участвовать в таких конкурсах. И вот этот конкурс, это в первом году добавили эту специальность. И у нас проходило все в два дня. В первый день у нас было три модуля, во второй день было у нас два модуля. Мы показывали всестороннее свое развитие, как мы можем работать с детьми. В этом же были добавлены робототехники, мы проводили с детьми. Это вот новое, то, что вводится в этом году в программу дошкольное образование. Это вводится работа с конструктором «Лего Виду». Это замечательно, это столько эмоций, это столько вообще запоминающих на всю жизнь. Я участвовал WorldSkills Беларусь дважды уже. Первый раз это было в 2016 году, я тоже занял третье место. Ну и в этом году я обратно же вернулся с третьим местом. А совсем недавно на базе нашего колледжа проходил международный семинар, практикум. Там участвовали учебные заведения с России и Белоруссии. Мы делились опытом, и для меня было очень важно выслушать мнение других специалистов по моей работе. Что ж, мы желаем, чтобы в вашей жизни было много конкурсов и побед. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Удачи вам, отличного настроения и до новых встреч. С вами снова мы, Андрей Кришков и Ксения Галецкая. Несколько интересных мировых новостей. Так, американец нашел на сосне шесть восьминедельных бельчат, которые запутались хвостами. По словам мужчины, это было похоже на перетягивание каната. Бельчат сняли с дерева и направили в центр реабилитации дикой природы. А вот в Уругвайе возвели невидимую гостиницу. Посады отеля полностью выполнены из стекла, поэтому постройка кажется почти невидимой. С воздуха здание также является практически невидимым, так как создатели озеленили его крышу. А следующая новость из разряда странностей. В Индии две реки признали живыми существами. Теперь загрязнение рек Ганг и Ямуна будет классифицироваться как нанесение вреда человеку. Суд признал реки юридическими лицами и живыми существами. Да, чего только не происходит в мире, но пора возвращаться в нашу реальность. Хотим рассказать вам о том, что в Гомельской средней школе номер 23 открылся класс по основам православной культуры. Где ребята открывают для себя мир православия и добрых дел. Наши корреспонденты побывали в этом классе, пообщались с педагогами, учениками и подготовили видеоотчет. Который мы и предлагаем посмотреть. В рамках программы сотрудничества по духовно-нравственному воспитанию с 2013 года в учреждении проводились и проводятся занятия по основам православной культуры. Преподаватели проводят те, которые закончили курсовую подготовку. Занятия проводились с школьниками младшего возраста. Было изъявлено желание со стороны законных представителей и учащихся коллектива учреждения открыть православный кабинет. Есть же кабинеты по русскому языку, по белорусскому, по химии, по физике. Когда человек, приходя, сразу окунается в атмосферу того или иного. И здесь сам кабинет позволяет детям окунуться непосредственно вот в эту атмосферу нашей православной культуры и соприкоснуться вот с этой духовностью. Мы живем с вами в непростое время. И для того, чтобы были ориентиры, нравственные ориентиры, то те ценности, которые помогают человеку формировать свою судьбу и свою жизнь, вот это нужно закладывать еще с детства. Я веду факультатив «Основы православной культуры», потому что он очень важен для нашего подрастающего поколения. От того, какие нравственные ценности мы заложим в души наших детей, зависит, какой гражданин нашей Родины вырастет, с каким нравственным багажом он выйдет в большую жизнь, какие он будет совершать поступки, будет ли он добрым, милосердным, будет ли этот ребенок достойным защитником нашей Родины. Обо всем этом мы говорим на наших занятиях. Мы говорим и о праздниках, мы говорим о традициях нашего белорусского народа. Мы даже проводим игровые занятия, где, например, на Масленицу мы кушали блины, играли в игры, на Рождество мы водили хороводы, играли в хороводную игру «Золотые ворота», мы пели, танцевали, мы показывали сказку детям и всем приглашенным. Детям очень интересен этот факультатив, потому что здесь они могут рассуждать на разные нравственные темы. Мы с ними беседуем, спорим, мы рисуем, мы раскрашиваем, мы смотрим мультфильмы православного содержания. И эти разнообразные виды деятельности им интересны, поэтому они приходят, знают, что здесь могут и по душам поговорить, и развлечься могут, и узнать что-то интересное, что-то новое. Итак, сегодня я вам принесла букетик с березанными веточками. Ребята, как вы думаете, почему этот букетик у нас здесь стоит, Соня? Потому что день праздник Святой Троицы. Правильно, праздник Святой Троицы, самый большой праздник нашей православной церкви. Дорогие мои ребята, вы же все знаете, как мы накладываем на себя крестное знамение и складываем свои пальчики. Как мы это делаем? Первые три вместе, а два прижимаем к ладошке остальные, да? И вот первые три вместе, почему мы складываем именно три пальчика вместе? В честь Пресвятой Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. Когда я узнала, что открылся такой класс, я попросила маму. Мама мне разрешила. Потом, первый раз, когда у нас было ОПК, нам наша ученица Наталья Александровна рассказывала много нового. Рассказывала заповеди, давала нам раскрашивать, рассказывала о разных святых. Мне очень нравилось, когда нам показывали разные мультфильмы. Там было очень интересно. Еще, вот часто, когда я приходил домой, мама с папой спрашивали у меня, что у тебя было, расскажи, как в школе. Я первым делом рассказывал, какие мультики были. Вот они мне очень хорошо запоминались. Еще хочу рассказать то, что вот какой мне праздник очень понравился, который проходил в школе. Это Рождество, потому что там было очень весело, и там было очень много энергичных игр. Я прихожу домой и рассказываю своей старшей сестре Кристине то, что мне понравилось, то, что мне было очень интересно. К нам приходит отец Максим, на все праздники приходит. И приходит просто, он нам рассказывает много чего интересного. Вот он приходил, показывал две книги старых. Вот, еще они нам приносят подарки. Я хочу вот лично, я и весь наш класс хочет сказать им большое спасибо. С вами снова мы, Ксения Галецкая и Андрей Гришков. В нашей программе мы каждый раз знакомим вас, друзья, с интересными людьми. Они приехали к нам из Речицы. Это активные и талантливые мама и дочь Вероника Валерьевна и Арина Пырх. Здравствуйте. Здравствуйте. Арина Вероника Валерьевна, здравствуйте. Расскажите, где вы работаете, учитесь, чем увлекаетесь вообще? Я учусь в Реческой районной гимназии, закончила пятый класс. Я занимаюсь вокалом в образцовой студии эстрадной песни «Фиеста». Также занимаюсь в школе искусств по классу фортепиано. И там же занимаюсь постановкой голоса. Люблю плавать, люблю играть в теннис, люблю спортивные игры, люблю снимать видеоблоги. Летом люблю кататься на скейте, гироскутере, самокате, велосипеде. Зимой на санках и коньках. Я работаю редактором в кинотеатре. Моё увлечение – это всё то, чем увлекается мой ребёнок. Занимаюсь её развитием и направляю, так сказать, её таланты в нужное и правильное русло. Вероника Валерьевна, в какой кружок вы впервые привели Арину и сколько ей тогда было лет? Впервые мы пришли в Центр творчества детей и молодёжи в 4 года и стали активно заниматься сразу вокалом и хореографией. И уже через полгода занятий мы вышли на большую сцену в качестве солистки, как в пении, так и в танцах. Арина, а чем тебе самой нравится заниматься больше всего? Что, по твоему мнению, приносит больше всего пользы? Ну, наверное, больше всего мне нравится заниматься вокалом. Вокал и музыка приносят окружающим удовольствие. Фортепиано развивает музыкальный слух и музыкальный вкус. Хореография делает осанку красивой. То, что для девочки очень важно. Вероника Валерьевна, мне кажется, поддерживать своего ребёнка во всех творческих начинаниях способны только творческие мамы. Расскажите, какое место творчество занимает в вашей жизни? Творчество в нашей семье занимает, можно сказать, главную роль. В своё время я закончила музыкальную школу, также по классу фортепиано. Солировала в хоре. Папа наш тоже очень артистичный и юморной человек. В школе занимался в театральном кружке. Бабушка у нас тоже поёт, пишет стихи, сценарии, спектакли ставила в своё время. В школе вообще руководила самодеятельным хором, не имея музыкального образования. Дедушка у нас есть, он тоже поёт, играет на гитаре и гармония. Так что, в целом, семья, можно сказать, творческая. Поговорим о вашей бабушке. Перед началом программы вы говорили нам о том, что в этом году вы вместе с бабушкой написали тотальный диктант. Да, было такое. Это было впервые у нас в жизни с бабушкой мы писали такой диктант. Я в своё время в школе очень хорошо изучала русский язык. Это был мой любимый предмет. Бабушка у нас родилась в России, поэтому сам Бог велел ей знать хорошо русский язык. Ну и в итоге мы справились, можно сказать, на отлично. По крайней мере, бабушка у нас была отличницей. А я стала хорошисткой, единственной среди всех, кто писал диктант. И на отчётном концерте Центра творчества в торжественной обстановке нас поздравили и наградили. Арина, а почему ты не составила компанию бабушке и маме? Да, я тоже хотела. Но у меня тогда были занятия по фортепиано. Но в следующем году я обязательно попробую. Ты уже, кстати, определилась, кем ты хочешь стать в будущем? С детства я мечтала быть стоматологом. И эта мечта у меня длилась очень долго. Но после некоторых событий мне захотелось стать актрисой или режиссёром. А после того, как мы съездили с хоровым коллективом в Минск на конкурс, я подумала, а может мне стать учителем пения? Но нет. Я всё-таки решила стать режиссёром. А я думаю, что, наверное, ещё рано об этом говорить, потому что ещё не закончена школа, ещё много что может поменяться в жизни у Арины. Увлекается она очень всем быстро. Поэтому, возможно, после посещения вашей студии у нас какие-то появятся новые мысли насчёт профессии. Расскажите о тех конкурсах, в которых Арина уже принимала участие. В конкурсах и проектах мы начали принимать участие совсем недавно, можно сказать, с 9 лет. И за два с лишним года в нашей копилке уже более десятка конкурсов и проектов. Это такие республиканские международные вокальные конкурсы, как «Музыки свет», «Хрустальный василёк», «Звездочёт», «Здравствуй, мир». Недавно Арина прошла во второй этап республиканского творческого радиоконкурса «Молодые таленты Беларуси-2018». Ещё прошла в финал и стала лауреатом мировой премии исполнительского искусства Junior World Contest в городе Москва. Мы периодически участвуем в кастингах для телевидения, в каких-то продюсерских центрах. То есть стремимся как-то развиваться, ищем себя, свои какие-то новые возможности для нас. Мы знаем, что ты пробовала себя и в роли ведущей. У тебя, кстати, неплохо получилось. Расскажи, как тебе опыт, как ты вообще готовилась к записям? В принципе, я как-то и не так не готовилась. Просто по дороге в Минск я читала сценарий, а там я уже его повторяла. Давайте посмотрим небольшой фрагмент работы Арины в качестве ведущей. Ну как, ну как можно спрятать такую красоту в скучную школьную форму? Хотя красоту ничем не испортишь. Привет, я Арина, а это моя любимая подружка Стробби. У нас с ней полно бьюти-советов. Сегодня поговорим по поводу дресс-кода в школе. Все знают, что на уроке нужно ходить в одежде делового стиля, а иначе... Дневник на стол и родители в школу. Но как же не хочется быть серой мышкой в этой белой блузочке и черной юбочке? Брр, 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 брр. Рррр, это школа, а не показ мод. Хотя деловой стиль и мода вполне совместимы. Деловой стиль это прежде всего сдержанность в цветах. Но не обязательно выбирать только черный, белый, серый или темно-синий. Бежевый, васильковый, фиолетовый, коричневый, шоколадный вполне подойдут. Мальчишке, вам под расходу положено ходить в школу в брюках, рубашках, жилетках, пиджаках, а также в галстуках и бабочках. Допускаются пуловеры и свитеры. Девчонкам рекомендуется школьные сарафаны, платья и юбки Минди. Опять же брюки и жилетки, блузки и рубашки, пиджаки и кардиганы. Дресс-код в школе не такой строгий, как на бизнес-переговорах. Можно освежить наряд прикольными аксессуарами, часами, галстуками, ремнями. Допускаются неброские принты. Даже мелкие котики или кактусы на школьной рубашке вряд ли вызовут гнев учителей. Если, конечно, не надеть их вместе с рваными джинсами или мини-юбкой. На этом все. Ждите новую порцию бьюти-советов. Пока! Круто! Арина, какой бы ты дала телезрителям рецепт успеха? Рецепт очень простой. Немного муки, немного яиц и все готово. Но если серьезно, любите то, что вы делаете. Вероника Валерьевна, а вы как считаете, когда человек становится успешным? Я считаю, что когда прикладывает максимум усилий для достижения поставленных целей, когда вокруг есть люди, которые тебя поддерживают в этом, ну и соглашусь с Ариной, когда с удовольствием занимаешься любимым делом. Спасибо огромное, что приехали к нам в гости. Желаем вам успехов, творческого роста и много побед. Спасибо. Оставайтесь такой же активной, такой творческой семьей. И напоследок, ну, мы не можем отправить Арину домой, не послушав какую-нибудь песню в твоем исполнении. С удовольствием. 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 3, которая недавно состоялась в городе Речица, а также тренер-преподаватель по тяжелой атлетике с Дюшор Речицкого района и тренер по регби в одном лице Александр Овсяник. Здравствуйте. Здравствуйте. Вместе с Александром Михайловичем к нам в гости приехали его воспитанники Маргарита Третьяк, которая занимается тяжелой атлетикой, и Сергей Воронин, регбист. Здравствуйте. Начнем разговор с соревнований для малышей. Судя по названию, Побег малыша 3 соревнования проводятся уже в третий раз, не так ли? Ну да, в этот раз тоже третий забег малышей будет. Как прошли первые два забега? Ну прошли удачно, первый забег был небольшой, принимали детки участие 6-9, 9-12 месяцев, их было 15, второй был зимой их было чуть побольше, около 50 малышей, ну а сейчас уже чуть более 90, чуть более 90, удачно, все удачно. Какие у вас остались впечатления от соревнования? Ну, у меня лично впечатлений очень мало, почему? Потому что насладиться всем праздником не получилось. Постоянно следишь за работой судей, секретарей, развлекательные мероприятия, когда проводятся то же самое, обращаешь внимание, какие-то мелочи исправляешь на ходу. Анализируешь уже потом. В данном случае сейчас как бы голова только на анализе построена и все. Впечатлений как таковых сильных, таких бурных нет. Скорее всего, что эти впечатления у родителей, у участников, но только не у меня. А кто они, кстати, участники соревнования? Возраст. В этот раз мы немножко сделали больше возрастных групп, пригласили больше, более старших ребят. С шести месяцев до семи лет у нас принимают участие ребята. А дети довольны возможностью поучаствовать в этих соревнованиях? Ну, старшие, старшие, да. Младшие, я думаю, они не понимают еще, что происходит. Это больше уже родители. А старшие, да, старшим нравится. Принять участие в соревнованиях могут только жители Речицы? Нет, не обязательно. Это могут быть детки как со всей Беларуси, так и с других стран. У нас границ нету в этом плане. На этих же соревнованиях у нас принимали участие семья из Могилева. Расскажите, что собой представляли соревнования? Все детки были разделены на группы возрастные. Им были предложены трассы определенные, все подходящие под возраст. 6, 9, 9, 12 – это ребят, участники, они ползали. На дистанции в 10 метров была сделана специальная дорожка, ну и ребята, надо было их проползти. Более старшие бегали зигзагом, преодолевали какие-то препятствия определенные. Ну и самым-самым уже взрослым было от 5 до 7 очень тяжело, потому как дистанция была 20 метров, и сама группа называется «Рейсеры». У них было очень много испытаний. На пьедестант, почему-то, победители поднимались? Обязательно, да. Ну, самых маленьких на пьедестал садили, а уже ребята постарше, да, они уже сами смогли забираться на пьедестал. И что они получали в качестве призов? Вы знаете, у нас в этот раз очень много было партнеров, которые помогали нам с награждением. Естественно, что это медали, основной атрибутикой любых соревнований – это медали и дипломы. В этот раз они были очень красивыми. И дипломы были также необычными. Они были выполнены в стиле хендмейда, такой 3D-диплом. Было очень интересно победителям их. Планируете продолжить традиции таких забегов? Обязательно, да, останавливаться не будем. Будем расти. Немножко будем менять формат, и проект будет немножко больше и шире. То есть усложним его и сделаем его намного интереснее. Что ж, мы желаем долгой жизни этому проекту. Александр Михайлович, вы являетесь тренером по тяжелой атлетике в Сдешор Реческого района. Почему вы выбрали именно это направление? Я пришел в спорт очень давно, или 20 назад. Первой секцией спортивной была тяжелая атлетика. В принципе, я в ней остался как ученик, ну, а потом закончил школу, учился в торгово-экономическом колледже. По завершению его работы не было, тренер предложил попробовать себя. Согласился, попробовал, вот так и остался уже 14 лет работой. Вы в студии сегодня со своими воспитанниками, а это значит, что они, наверное, оправдывают ваши ожидания? Естественно, любой тренер ставит перед собой цель подготовить, наверное, олимпийских чемпионов и так далее. Как бы основной цели такой нету, есть какая цель. Вот ребята приходят, мы как одна семья, одна команда. Мы занимаемся для удовольствия, занимаемся для того, чтобы добиться каких-то своих результатов. Каждый перед собой ставит какую-то определенную планку у нас. И вот эту планку постоянно преодолеваем и повышаем. Поэтому надеяться на то, что передо мной, рядом со мной сидит будущий олимпийский чемпион, нет, не надеюсь. Судьба покажет, жизнь тоже покажет. Ребята, расскажите, как давно вы занимаетесь у Александра Михайловича? Я занимаюсь 3 года. Я 5 лет. Маргарита, тебя и приятно немного удивительно видеть в роли тяжелоатлетки. Как вообще тебе пришла в голову такая идея? Мне кажется, что это мужской вид спорта. Меня позвала с собой девочка, которая тоже раньше занималась тяжелоатлетикой, чтобы я посмотрела, ну мало ли мне понравится, тоже захочу заниматься. Ну вот я и занимаюсь. Маргарита, удалось ли тебе уже добиться каких-то результатов? Удалось. У меня уже разряд кандидат в мастера спорта. Это в 13 лет, это необычно, в общем, потому как в столь юном возрасте девочки еще таких результатов не показывают. То есть это, можно сказать, один из уникальных случаев. Ты участвовала в каких-нибудь турнирах? Конечно, участвовала. Из 29 турниров я заняла 24 места. 27. Из 29 соревнований 27 призовых мест и чемпионских. То есть это очень хороший высокий показатель выступает. Мы выступы в этом году ездили на международный турнир на Украину в город Славутич. И попутно с ним проходил еще чемпионат Украины среди девушек и юношей. Но у нас легкая травма была, к сожалению. Поэтому до конца побороться уже за призовое место Маргарите не удалось. А так, в целом, это очень хороший был опыт для спортсменки. Так, в основном, это областные спартакиады, областные первенства. Здесь вот мы выезжаем, участвуем. Возраст пока не позволяет. Уровень позволяет мастерства. А возраст пока не позволяет выехать на республиканские. Но при этом мы выезжаем на международные турниры, на республиканские турниры. Сергей, присоединяйся к разговору. Ты занимаешься регби. Насколько этот вид спорта популярен у нас? Он не сильно популярен, как хотелось бы. Но официально существует федерация регби. Ну тут можно заметить, что почему он не совсем популярен. Потому что довольно-таки молодой вид спорта. С 2005 года он у нас представлен в республике. Ну как представлен? Представлен любителями. А уже официально в статус федерации регби появилось, наверное, года 4 назад 3. Команд достаточно, игры проводятся. Почему именно регби тебя привлекло? Я пробовал много видов спорта и на борьбу ходил. Но регби, как по мне, лучше, больше для развития. Дело в том, что регби, игрок в регби, он должен быть всесторонне развит. В подготовке вообще влаживаются курсы и легкой атлеты, и борца, и тяжелого атлета, и игровые дисциплины. Все, вот это все проходит, изучая спортсмен, который играет в регби. И если он не будет это делать, если он не будет проходить такую подготовку, то регбистом он не станет. Какие успехи у тебя в регби? Ну, у меня успехов таковых нет. Командная игра, у команды может есть успех. Само регби по себе это не игра одного человека, это игра всей команды. И если, допустим, в футболе, либо еще в других игровых видах, где-то игра построена на одного-двух игроков, то здесь, если один из команды выпадает, ну, скажем так, наполовину реализует себя, то вся команда проиграет. То есть достаточно расслабиться один раз, и команда проиграла. А если, наоборот, один игрок из команды тянет на себя одеяло? Этого не бывает, и значит, это плохая команда. И, как бы, не бывает такого. Дело в том, что чем сплоченнее команда в регби, тем она результативнее. Я знаю случаи, знаю примеры, когда в сборной Италии, там, где здоровенные дядьки такие выступают, спортсмены, а один из игроков уходил, а остальные мужчины просто плакали. Александр Михайлович, что вы можете рассказать о своем регбисте? Ну, что я могу сказать? Шутник. Душа компании, душа команды. Очень ответственный парень и в тренировочном процессе, и во время игры. Александр Михайлович, наверняка «Забег малышей» – это не единственный проект, в организации которого вы принимали участие. Ну, да, были и другие проекты, и будут, надеюсь. Были фестивали у нас спортивные, мы проводили. Это Power Fusion Festival, Best of the Best. Основные направления были – это CrossFit. Совсем молодые и новые виды спорта не только в нашем городе, но и вообще в Республике Беларусь. Год назад мы провели акцию «Поможем детям вместе», где собирали денежки на детском отказничкам, передавали их. Ну, то есть приобретали там нужные и необходимые вещи, и потом дарили это все в дар. Были такие акции, да. Мы знаем, что вы проводите со своими спортсменами время и вне тренировок. Расскажите о своих планах на лето, да и вообще, как вы проводите это время? Если взять планы на это лето, совсем скоро мы уедем отдыхать на море с ребятами. Куда? В Одессу. Скорее всего, что это будет Одесса, Черное море, погреемся на песочке, потом снова в бой. У нас сразу же будет по приезду соревнования уже, будем готовиться к ним. Свои соревнования, опять-таки, нестандартного формата. Дальше у нас спортивно-оздоровительный лагерь идет, в котором мы также проводим уже всестороннюю, другую немножечко подготовку, то есть отходим от штанги и начинаем работать с покрышками, с бревнами, с цепями. Опять-таки, небольшой отдых, и мы выезжаем в санаторий, лесная поляна будет, нас ждет. Ну, а там у нас очень бурная программа запланированная. Это и сплавы по реке, и походы к ледниковым озерам, и очень много экскурсий. Именно таких нестандартных, неформатных, где надо приложить физическую силу, и проверить себя можно будет. Ну, и напоследок расскажите о планах, может, более масштабных. Есть один проект, который не дает мне уже спокойно жить, наверное, года три. Называется, у него есть даже название, и вполне нерабочее, это настоящий, это Iron Game Show. Рассказывать даже, боюсь, что предполагаем мы на нем сделать, что провести. Могу так сказать, что это будет и живое сопровождение рок-музыкантов, и огненное шоу. Много силы, много железа, много необычного. В общем, будет чем пощекотать нервы зрителям. Спасибо большое, что пришли к нам. Удачи во всех начинаниях, и до новых встреч. Надеюсь, вас увидим еще. Спасибо, до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Главным героем видеоролика стал Днепр. Смотрим, что получилось у ребят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Камарин. Первый районный центр, освобожденный на территории Республики Беларусь. 23 сентября 1943 года, на календаре четверг, 824 день войны, на юге Беларуси, в Камарине, утро было черным от дыма и гари. Именно этот день войдет в истории Беларуси, как начало освобождения Республики от фашистской оккупации. Газета «Правда» от 17 октября 1943 года отмечала. Много великих дел, совершенных во славу Родины, видел на своих берегах Седой Днепр. Героическими преданиями овеяна его старина. Но меркнут все былые подвиги перед подвигами воинов Красной Армии. Еще не было такого на берегах Днепра, что свершается там теперь бесстрашными советскими воинами. Вблизи деревни Жиличи к Днепру примыкает крутой правый берег, который уже сам по себе не приступен из-за своей крутизны. Именно здесь гитлеровцы возводили укрепления. Это и был Восточный вал. С его помощью Гитлер собирался остановить советское наступление. Виды реальных боевых мест так впечатляли, что все мы погрузились в глубокое молчание, глядя на реку. Днепр. Красивый, широкий, величавый и могучий. Он берет свое начало в южной части Валдайской возвышенности и впадает в Черное море на Украине. Это линия жизни трех братских славянских народа. И, наверное, совсем не случайно, что именно здесь, на этой реке, осенью 43-го, произошло самое решающее сражение Великой Отечественной войны. Воскресенье Друзья, на этом наша программа подошла к концу. С вами были мы, Ксения Галецкая и Андрей Гришков. Смотрите программу «Классный час» на Беларусь 4 Гомель по воскресеньям и понедельникам. До новых встреч в эфире. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова